Земля под социально-экономические нужды. Управление имущественных и земельных отношений округа готовит законопроект, который разрешит выделять земельные участки без проведения торгов. Важные условия при предоставлении в аренду земли проект должен соответствовать социальным ориентирам округа, которые определяются государственными программами НАО. Также приоритет будет отдаваться строительству индивидуального жилого дома, либо многоквартирного дома, передаваемого в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации. Новый правопорядок обсудили на заседании администрации региона. Новый порядок получения земли в аренду намного ускорит сложную и долгую процедуру. Участки под строительство спортивных сооружений, бытовых строений и других значимых объектов будут выдаваться без торгов. Таким образом, руководство округа планирует стимулировать развитие частного строительства и социально-экономической сферы. В данном случае хочу сделать оговорку. В земельном кодексе не идет речь о предпринимателях. Здесь речь идет только о юридических лицах, то есть это только организации, которые будут заниматься строительством таких объектов. В данном случае будет просто издаваться распоряжение высшего должностного лица субъекта, то есть губернатора округа, которое позволит просто значительно сократить по времени предоставление земельных участков. Законопроект после того, как пройдет согласование с депутатским корпусом на сессии, будет действовать на все виды собственности земли – окружную, муниципальную и неразграниченную. Небольшие поправки одобрены в части поощрения педагогов. Учитель, подготовивший победителя или призера межрегиональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, получает вознаграждение – 15 тысяч рублей за каждую победу. В прошлом году такую выплату получил только один педагог. На 2016 год эту выплату предложено приостановить. В настоящее время учреждены денежные поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующие образовательные программы начального общего, основного, среднего и общего образования. Также губернатором Нинско-Автономного округа утверждены три ежегодные премии за выдающиеся достижения в области образования в размере 100 тысяч рублей каждой. Таким образом, педагогические работники округа, достигшие положительных результатов педагогической деятельности, поддерживаются и поощряются, в том числе и в рамках иных нормативных правовых актов. На заседании рассмотрели ещё один законопроект в области образования. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает оплачивать труд приёмных родителей. Награждение в виде минимальной заработной платы, согласно проекту, предполагается выплачивать ежемесячно. Сегодня в округе она составляет 12 420 рублей. Поощрение 115 приёмных родителей обернётся бюджету округа почти в 4 миллиона рублей. По словам разработчиков, эта сумма намного ниже, чем содержание детей в интернатах. У нас сегодня содержание одного ребёнка по плановому количеству стоит 150 тысяч рублей в месяц. Это в школе, в доме ребёнка и в детском доме. А если по фактическому, когда у детей сегодня 16 детей, у нас при плановом 40 в доме ребёнка, то содержание уже превышает 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому я считаю, что есть смысл поднимать. Во-первых, детям приёмные в семье гораздо лучше, чем в доме ребёнка. А во-вторых, экономический эффект здесь есть. Но Департамент финансов призвал разработчика не формировать дополнительных расходов, пока не будет сбалансирован бюджет. К тому же источник финансирования социальной льготы пока не определён.